Триумфальная победа на Евровидении 2011 Страна с уникальной природой, неповторимой культурой и многовековой историей. Страна, подарившая миру чарующие звуки балабана и неповторимую магию мугама. Но главное богатство Азербайджана – это, конечно же, люди. Колыбель мыслителей, философов, поэтов, архитекторов и художников. Азербайджан подарил миру сотни талантов, многие из которых жили и творили в России. По сей день в России проживает около 2 миллионов азербайджанцев. А это 2 миллиона разных судеб. Все потому, что азербайджанец в России – это и инженер на предприятии, и школьный учитель, и генеральный директор банка, и глава крупнейшей нефтедобывающей компании. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди них есть как ученые и писатели, так и юристы и экономисты. А есть те, которые занимаются неординарными и редкими профессиями. Мало кто слышал о такой работе, как директор театра. А ведь среди директоров российских театров есть и наш соотечественник – азербайджанец, посвятивший всю свою жизнь этой нелегкой творческой профессии. Выдающегося театрального деятеля Мамеда Гусейновича Адаева! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все звонки и все звонки вопросов. ТОРДОНСИ из Азербайджана СОВЕТСМЕНТЫ На самом деле, в Азербайджане все звонки. Мы никогда не слышали, что азербайджанец работает в театре. Ну, директор. Нам удалось провести с этим замечательным человеком несколько дней, пока шли съемки. И каждый раз мы узнавали его с совершенно новой стороны. Необычайно талантливый, веселый, харизматичный – это далеко не весь список достоинств Мамеда Гусейновича Агаева. Он родился в Азербайджане, в селе Гараханбели на Хичеванской области. Его отец – Гусейн Агаев – до войны работал в комсомоле. Позже был председателем колхоза. Мама, Ася Ханум, всю жизнь проработала в больнице с сестрой-хозяйкой. В семье было четверо детей. Родители стремились, чтобы каждый из них нашел свою дорогу в жизни и получил образование. Детство – это самое лучшее, что есть в человеке. Поэтому с маленьких лет я ходил в театры. За все время своей работы он успел побывать стажером, администратором, помощником директора. Быть директором театра – это очень сложно. Надо до этого пройти очень много ступеней, чтобы стать директором театра. Потому что, во-первых, не понять театр, не чувствовать запах сцены – невозможно в театре работать. Я, когда закончил институт повышения квалификациями при Министерстве культуры в Советском Союзе, я стажировался в этом театре. У меня театр, коллектив предложил мне остаться работать в театре. И потихонечку я сначала был стажером, потом администратором, потом главным администратором, потом стал помощником директора, потом зам директора, директором распорядителя и уже 22 года директором работы. В 1992 году, когда Мамеду Гусейновичу было 40, главный режиссер театра «Сатиры», народный артист СССР Валентин Николаевич Плучек в ультимативной форме ставит перед начальником управления культуры вопрос о назначении Агаева директором театра. Так Мамед Гусейнович становится самым молодым директором театра Москвы. И вот уже почти четверть века он верно служит театру «Сатиры». Заботливый администратор, умелый руководитель, его любят и уважают в театре. Именно благодаря ему знаменитый российский режиссер, народный любимец Александр Анатольевич Ширвинд стал художественным руководителем театра «Сатиры». Лучшие друзья, они с необычайной теплотой отзываются друг о друге. Человек, который влюблен в это заведение, в театр. И отсюда все его эмоции, весь его темперамент, все его приязни, неприязни. Он патриот театра. Патриот театра вообще и в частности этого театра «Сатиры», где он, начиная с администратора, уже много лет работает директором. И отсюда надо высчитывать все, чем он является. Потому что можно о нем рассказывать, как о замечательном семьянине, как о совершенно наивном, милом, трогательном отце, на котором ездят все дети, как хотят. Вот, о джентльмене, о мужчине, о рыцаре, о хлебосольном хозяине. Это все отдельные главы его биографии. Но все-таки основное его достоинство – это его страсть к театру. Азербайджанец – возглавляющий российский театр. Им гордятся соотечественники, его уважают и любят россияне. Вот уже 33 года он живет в Москве и работает на благо России. В данном случае нам, нашему театру, очень повезло. Потому что Мамед Гусевич на моих глазах из просто администратора, который любит искусство, любит театр, интересуется жизнью, стал одним из самых лучших директоров Москвы. А если Москвы, то, значит, в общем-то, и нашей России. На вопрос о том, какое место театр занимает в его жизни, Мамед Гусейнович не колеблюсь отвечает. Главное – признается, почти не бывает дома. Работа отнимает все время. Вот сегодня пришел первый раз, и дети даже удивились, что я...